Давайте вы сначала мне покажете то, что вы умеете играть. Слушайте, вы играете намного лучше, чем все мои ученики, которые были выпускниками школы. Ну, думаю, я тебе не учитель. Канал у вас классный, Попов, Никита, Николай. А уже знаете, да? Конечно. С рассветом земля все сильнее укрывалась. С рассветом земля все сильнее укрывалась. Вас не смущает, да, немножко не наделся, не отелся? Чуть-чуть. Да, в принципе. Всем привет, меня зовут Николай Попов, и я играю на гитаре 22 года. Этот выпуск будет из лучших реакций за 2022 год, где я звоню преподавателям и беру у них уроки по гитаре, при этом новичком не притворяюсь, а сразу показу им свои навыки. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Давайте попробуем набрать 100 тысяч подписчиков к Новому году. Также хочу всех вас поздравить с Новым годом. Николай, да? Да. Меня Алилия зовут, очень приятно. Давайте вы сначала мне покажете то, что вы умеете играть. Ну, что-то там вы пытались вроде сами. А на гитаре какой у меня? А вот есть две гитары, мы с железными и с нейлоновыми струнами. Я, честно говоря, люблю нейлон, я люблю классику. Классику прям музыку классическую получается? Нет-нет-нет, гитару именно классическую я люблю. Ну, я немножко играл и на классике, и на акустике. Может, покажу на акустике чуть, и на классике могу. Ну, хорошо, давайте. Я три месяца играю на гитаре, и выучил такие вот простенькие вот. Сейчас. Вот. Одна из песен. Вообще у вас и так всё клёво. На самом деле. Или там вот, вот это, например. Вот. У вас очень хорошо поставлена рука. По крайней мере, правую, то, что я вижу. Вы где-то на курсах у кого-то были? Не, я не занимался на курсах. Так, YouTube смотрел, и брат у меня играет на гитаре. Ну, чаще всего самоучки, они лучше всего и играть, на самом деле. У них вот рвение такое идёт. А те, кого заставляют, у них, конечно, похуже и дольше в процессе идёт. Ну, могу на классике показать. Давайте. На классике я смотрел именно... Ну, классическую немножко музыку. Ну, классическую, наверное, уже слишком простую. Слушайте, вы играете намного лучше, чем все мои ученики, которые были выпускниками школы. Если честно. Ну, я ещё начал немножко Баха учить. Могу показать чуть-чуть. Давайте. Ну, вот. Изумительно. У вас даже растяжка очень хорошая, беглость пальцев, всё отлично. Я не знаю, что вы ко мне пришли-то. Ну, может быть, дальше вот эту песню-то учить? Нет, это уже не ко мне. Это вам надо именно конкретно преподавателю, который занимается классической музыкой. Желательно, чтобы он был где-нибудь в консерватории, работал. То есть, моя база, она идёт. От классики я ушла, я поэтому уволилась со школы, потому что, ну, надоело мне это. Я больше по аккордам, больше для конкретно начинающих. Вот. А вам я советую именно найти хорошего преподавателя, ну, уже более высших ступеней, скажем так. Училище, академия. Вы же в Москве? А я в Москве как раз-таки учился в академии. Я так и поняла. Раз уже. Всё, для Ютуба что-то записываешь. Да-да, я пранки записываю, да, на Ютуб. Ссылочку на Ютуб скинешь? Да, могу скинуть. А я, кстати, видел, вот у тебя тоже есть Ютуб, правильно? Я смотрел даже немножко ролики. Ну, такой любительский. Проверьте ещё кого-нибудь сухую, мне было бы интересно посмотреть. Да, я уже пробовал, у меня уже как бы есть похожие ролики. Так, ну, давайте переведу за урок. Да, не надо, не надо. Я честный препод. Правда, не надо. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Меня Николай зовут. Так, вы говорили, что вы уже чуть-чуть умеете играть, да? Да, я уже немножко играл. Ага, ну, а вы что, вот научились играть, вот там, не знаю, ну так, примерно, или уже всё забыли? Ну, я могу показать песенку, вот, которую я вот учил раньше. Да, давайте. Получается, да, если получится, вот сейчас. Что-то это... не получается. Не-не-не, всё отлично получается. А как она называется, скажите мне, пожалуйста. Она называется Get Lucky. А могу я снять рубашку, может, да, без неё, просто мне удобнее, я как фитнес-тренер, мне удобнее. Так. Вы как хотите? Да, сейчас. Не знаю, так, сейчас. Может быть, с ней будет поудобнее. Так, может, получится. Так, сейчас. Спасибо. Кажется, мне пора удалять свое объявление. Очень круто. Я поняла. Мы снимаем все в розыгрыше. Как это правильно называется? Сейчас получше было? Да. Ну, немножко все равно, да? Не очень. Да все отлично. Не, правда в розыгрыше? Ну да, это был розыгрыш, да. Прикольно. Блин, это так прикольно. Я на самом деле не мечтала, что когда-то в что-то подобное это... Кстати, костюм не настоящий, если заметили. Это я просто решил разнообразить немножко. Я поняла, я уже такая думаю, ну ладно, вроде трусы еще не предложили снять. Думаю, ну пока ничего криминального не происходит. И, кстати, в нем действительно очень сложно играть, что я даже не могу... Прям очень тяжелый. Он 9 килограмм весит, этот костюм. Дикольно, он выглядит как настоящий. Я даже не отличила. Ну, хотя уж у меня просто зрение плохое. Здравствуйте. Ага, здрасте. Давайте знакомиться тогда. Меня зовут Валерия. Меня Николай зовут. Вы сказали, что у вас уже какой-то начальный навык есть игры на гитаре. Ну да, я две песни выучил, да. Хотел бы показать вам. Может подскажете какие-то ошибки. Или дальше можно ее выучить. Да, вот, да. Хотел бы тоже предложить с этого начать. Давайте тогда я вас послушаю. Я с Каподастром ее сыграю. Тут одну песню выучил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Класс. На вопрос. Вы блогер на каком-то ютубе? Где мне искать видео с приколом и разводом? Почему блогер? Вы чего? Вы признаваетесь? Вы, блин, офигенный фингерстайлер. Да, вам меня нужно учить, а не мне, вас. Поэтому... Ну, было приятно вас послушать. Ну, ладно, ладно, да, вы меня раскусили, да, получается. Да, снимаю, да, видео. Вам надо было ещё эту маску наложить ребёнка. Мальчика с бородой получился бы. Я бы поверила. И начать так с кузнечика, потом перейти в что-то. Это было прекрасно. Нет, вы очень классно играете, кстати. Вам респектую. Это был рай для ушей. Ну, у меня ролик называется «Не притворяюсь новичком». Я как бы звоню и сразу показываю навык. У меня как бы нет задачи притвориться новичком. А-а-а. Это немножко по-другому, другой формат, чуть-чуть. Ну, я поняла, да-да. Я надеюсь, я залечу в... Ваше видео залетит, вот, вы станете суперпопулярным, и, надеюсь, видео со мной залетит. Надо было, блин, как-то по-другому сыграть. Надо было сделать так... О, нет, блин, я тут... Ну, ладно. Ну, можете вы что-нибудь сыграть. Могу ссылку на ваш инстаграм, если оставить, если хотите. Ой, блин, да, было бы здорово. Я не фингерстайл, просто у меня что-то такое более прям базовое. Я поэтому и пишу, что я новичков прям учу. А ну, можете самое лучшее свое сыграть, ну, что-что. Хей, все записывайтесь ко мне. Я не знаю, войдет это куда-то или нет, но я обучаю гитариста. Это была Алена Швец. Изучаем только то, что вам нравится. Все, до свидания. Здравствуйте. Скажите что-нибудь, пожалуйста. Здравствуйте, да. Слышно сейчас? Да, сейчас все слышно. Слышно, да? Так. Видно все? Слышно нормально? Да, а меня? Да, да, все хорошо. Так. Вас Николай зовут, верно? Да, меня зовут Николай. Скажите, пожалуйста, вы учились до этого на гитаре или как? Или у вас не было еще опыта? Да, играл, да, немножко играл на гитаре, да. А, смотрите, вы бы хотели изучать прям нотную грамоту или как? Ну, я не знаю, может, что-нибудь предложите? Ну, давайте просто элементарно сыграйте аккорд какой-нибудь, если вы умеете. Аккорд. Ну, я вот покажу, какие я песни выучил. Там, типа, я даже не аккордами играл, а вот, типа, вот таких вот. Или там вот еще знаю. Хорошо, я поняла, но у вас уже есть хороший уровень знаний, вот, я смотрю. Я могу еще на классике показать, я несколько знаю еще классических праздников. Ну, давайте, покажите. Сейчас, да, покажу. Так, ух, ударил. Так, на классике. Я тут кусочек баха выучил. Так, ух, ударил. И масштур, да? И масштур, да? Да. Так. Так, 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 так. Вот, можно ее, например. Ну, смотрите, у вас действительно очень хороший уровень есть. Я даже не знаю, что вам больше посоветовать. Вот. Ну, единственное, я говорю, могу... Я так понимаю, и грамотой, да, обладаете, нотной грамотой? Да, обладаю. Ну, тогда не знаю, честно говоря. Просто обычно ко мне приходят люди, которые вообще, ну, ничего не умеют. Вот. У вас музыкальное образование есть, да, я так понимаю? Не, не, я сам по нотам учился. Ну, знаете, я не могу поверить, что вы прям самоучкой смогли достичь такого. Ну, я так, ролики смотрел разных гитаристов классических. Могу еще одну песню сыграть на акустике? Ну, да, можете. Сейчас еще одну песню сыграю на акустике. Так. Музыкский субтитры выглядит. немножко в другом стиле здесь были какие-то ошибки для нормально здесь нормально все-таки мне кажется вас не смущает немножко не наделась не оделся нормально так может тоже преподавать ну да я преподаю тоже не знаю какой-то ну да это был пранк и костюм кстати не настоящего да вы не заметили что ли я же можете что-нибудь показатели предложить ну давайте на добре почему бы нет а 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 ну на гитаре так не сыграя на гитаре самое быстрое это я наверно только и то не чисто это что это просто это я попытался с такой же скоростью сыграть примерно здравствуйте видно да здравствуйте меня зовут так сказать херлан представлюсь я не так давно обучаю расскажите теперь про себя может про какой уровень у вас на гитаре ну я вот да начал учить песню прощание славянки может знаете я правильно понимаю это по аккордам да у вас ну да там ну там по аккордам и ноты там все вместе там и аккорды и ноты а можете наиграть ну 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 вы определенно я честно скажу определенно лучше меня играете на гитаре поэтому я даже не знаю чему ну я как бы не смогу наверно вас ничему научить уже а вы давно играете да уже давно игра 21 год игра а ну я тогда даже не знаю что что вам подсказать наверное смысл этого урока наверное он исчерпан потому что ну я не знаю как вас научить а у вас уровень достаточно очень хороший я бы сказал ну тогда извиняюсь так сказать за время может вы найдете лучшего преподавателя очень хорошего я очень надеюсь потому что гитаристов не так много ну на самом деле это пранк был а пранк да ну я обязательно зайду прям очень приятно на самом деле было хотел бы узнать у вас сначала какой опыт у вас а ну играл две песни вот две песни играл Кузнечика и деда Максима вот Кузнечика это я так полагаю вот это да? ну да деда Максима и Кузнечика да и у вас как бы в планах просто играть в компании да? ну да для компании тогда просто я так думаю бой и аккорды и ну я даже я эти две песни играл нотами ну я вам могу показать уже как играю вот ну чтоб вы понимали уровень может быть давайте 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 вам Кузнечика или деда Максима сыграть в начале давайте деда Максима ну 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 Ну, типа, я даже так не сумею сыграть, а вот Максу, как вот вы, сумею Гарри Поттера, наверное. Уже и ваш, я считаю, намного выше, чем мы. Понял. Так вы обучаете аккордами, да? Да. А. Ну, вот это то, что... Вот это то, что... А, понял, понял. Это не обучаете, да, вот именно так, в таком плане? Меня зовут Мия, я преподаватель по гитаре. Если можно, сыграйте что-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok Так, теперь вопрос. Зачем вам преподаватель? Ну, не знаю, там, может, ошибки какие-то скажете. Я не знаю, что я могу вам предложить, потому что обычно я учу с нуля, да, детей в основном, кстати. Мы учим ноты, учим все постановки, вот этому вот всему. И поэтому с такими ребятами, как вы, я еще никогда не работала. И сама я, в результате, сыграю то, что вы сейчас сыграли. Потому что моя основная профессия — это бас-гитара. А вы выступаете, да, на бас-гитаре? Да, я выступаю. Я работаю в джазовом ансамбле, работаю в роковом ансамбле. А вы из какого города? Вообще, я из Новошахтинска, но жил в Дагонроге, в Ростове, сейчас в Москве. Понятно. Да, преподавателей в Москве наверняка много повыше уровнем, поэтому, может быть, вы кого-то найдете получше. Ну ладно, ладно, это вообще был прикол, на самом деле. Если хотите, можете что-нибудь сыграть, я могу прорекламировать, может быть, там, или уроки, как бы. Можете сыграть какую-нибудь композицию просто. Я могу спеть. Вот, будет круто. Сыграла? Господи, мне так стыдно теперь. Басисты я не такой плохой, как гитарист. Мне просто, мне просто некуда включиться, у меня здесь нет комбика, чтобы вам продемонстрировать. Поэтому я спою хорошо. Так, ну, рассказывайте. Ну, я играю какие-то песенки легкие. Можете показать, что умеете играть? А что бы хотелось? Ну, там, можете, там, боем сыграть? Да. Ну, основные аккорды получаются. А что хотелось бы выучить? Ну, какие-то переборы, там, что-нибудь такое. Переборы. Да. Ну, например, вот... Например, вот это вот. Красиво звучит. Ну, я не играл эту песню, но я могу попробовать ее так, чуть-чуть. На слух. Да, попробовать чуть. Да. Если на слух получается, то можно ее выучить или еще какие-то другие хочется? Да, наверное, что-то можно посложнее, да. Ну, я так, не в точности же подобрал. Ну, это понятно, да, неправильно, но круто. Но еще могу, там, Макс Корш, я не помню, как он называется. Вот эту. Ну, короче, вот так. Что-то типа того. Может быть, круто на самом деле звучит. Так. Я и скажу о том, кого ты играл другую песню, вот. Мотылек. Ну, вот. А у тебя точно проблемы с игрой? Что-то было странно. Почему это такой человек написал, когда может это так играть? Это странно. Я видел, ты еще играешь на авито «Токийский гуль». Хотел бы его попробовать. Точнее, я уже немножко учил, но хотел бы там продолжить. А, ну, я, конечно, правда, давно не играл. Две недели, но еще, короче, попробую. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше там, кстати, будет... Дальше там, кстати, будет... Класс там. Класс. Я, походу, в ютубе, да? Ну... Я на пранкера попал? Или нет? Или это просто опытный человек, я не знаю? Ну, да, да, это на самом деле... Написываю, да, сейчас пранк. Ну, что там, раз мой бесплатное объявление там было, все дела, может, ты эту ссылку на ютуб сделаешь в новом ролике. У тебя тоже, да, ютуб-канал? Да, но там очень мало подписчиков. Ну, я просто не занимаюсь, ну, вот этим пранком. И у меня вот чисто обучающие ролики. То есть у меня нет вот какого-то шоу. Ну, круто. У меня часто как раз подписчики просят обучающие ролики. Канал как называется? Как играть на гитаре, Кузьменко Никит. Ну, хорошо. Ссылка в описании будет. Расскажи о себе, пожалуйста. Ну, я немножко играл на гитаре раньше. Я, получается, как я работаю? Я фитнес-тренер. Ну, и немножко играл на гитаре. Давно. Вот, хочу возобновить. То есть вы как хотите играть? Больше для себя или что-то такое прям в профессиональную степь? Ну, для себя, может быть, немножко что-то... Я вот раньше изучал какие-то сложные композиции. Там, например, Бегин учил, знаете, такую композицию? Да. Я её учил именно нотами. Ну, продемонстрируйте что-нибудь. Мне нужно понять уровень, где мы примерно. Ну, вот, я вот это вот Бегин, который учил давно. Хочу её попробовать. Там. Что-то это не идёт. Ну, я смотрю, у вас такая прям установка гитары даже, вот, академическая. Ну, я так, да, учился. Да, но у меня что-то не получается. Вот. Как-то вот, я не знаю. Я обычно вот без рубашки играю. Просто можно попробовать снять? Я просто так привык. Вот. Да, пожалуйста. Да. Сейчас. Может, получится. Ну, я просто, да, как фитнес-тренер. Мне удобнее, наверное, так. Я вот раньше тренировался. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok. Аккорды, да, вам базовые показать? Что? Аккорды, да, вам базовые надо показывать после этого? Ну, не знаю, может, дальше что-нибудь. Я так не умею играть. Это очень крутой уровень. Просто это совершенно другая гитара, не та, которую я учу. Я учу людей играть в песни, типа, группа крови. Ну, прям базовые. Я надеюсь, я потом на ютубе не окажусь с этими приколами. Ну, на самом деле, это был пранк. Вот. Я не знаю, как мы сыграем. Вы классно играете, реально. И костюм, кстати, не настоящий. Это, как бы, просто я решил... Капец, я никогда не думала, что я могу на такую штуку попасть. Я всегда думала, да блин, там же по*** разводят. Не, ну, момент с рубашкой меня, конечно, очень смутило. Я думаю, ладно, просто ты, ладно, ну, может, человеку петь какой-то. Я не знаю, что я буду приставать к человеку. Не, ну, я удивилась, конечно. Так, Николай, здравствуйте. Вас не слышно пока что еще. Так, здравствуйте, да. Так, вот так вот получше слышно. Слушайте, я думаю, можно сразу перейти на ты, потому что, я так понимаю, в возрасте у нас разница не особо большая. Если, конечно, мы не против. Да. Сколько вам лет, Николай? Мне 27. А тебе сколько? Ну, а у меня 21, поэтому... А, ну... Я так понимаю, будем на аккордах правильно играть? Да нет, я уже как бы играл немножко. Слушай, ты мне показываешь, что ты вообще умеешь. Я хочу дать такой, ну, небольшой, скажем так, от себя лайфхак, совет, которым я постоянно пользуюсь. Перед тем, как берешь в руки гитару, нужно немножко смачивать струны вот в этом месте, именно где находится резонансная отверсия. Ну, в принципе, неважно, чем ты это будешь делать, я, допустим, это сменяемо делал. Ну, если как бы тебе, допустим, это как-то, ну, скажем так, не очень, то можно, в принципе, водой. Это как бы зачем делается? Для того, чтобы было звучание гитары лучше, вот, чтобы она играла звонче, соответственно. И второй момент касаемо пальцев. То есть первое время пальцы будут немного стираться, да, там мозоли появляются на пальцах, на подушечках именно. Вот, в этом плане, типа, полезный лайфхак, вот. Поэтому вот. Так и мне сейчас смачивать, по-моему? Или как? Я думаю, почему нет? Я думаю, очень... Ну, можно просто с унями. Я просто уже смачил, поэтому я уже делать не буду. Просто с унями обычно вот здесь вот чуть-чуть. Не нужно много, прямо там буквально немного. Ну, сейчас. Ну, вот сейчас попробую. Так вот. Ну, мне аккордами играть или перебором? Что умеешь? Показывай. Ну, я умею и аккордами, и перебором. Фундочку, я вот так покажу, просто я вот смачил, допустим, у вас сейчас. Ну, видишь, что звук, как бы, он более такой ярко выраженный идет. И приятный больше в этом плане. Ну, я могу попробовать начало вот этой мелодии сыграть. Попробовать? Да-да, конечно, давай я слушаю внимательно. Сейчас. Ну, вот, отрывочек. Слушай, для начинающего это прям очень хороший уровень. Очень неплохо. Очень неплохо. А что еще можешь сыграть? Ну, аккорды знаю, там, вот обычные. А, М. Ну, там, РФ вот эти вот все. Наверное, еще и Испанский бой практиковал. Испанский бой? Да нет, Испанский бой как раз-таки не особо практиковал. Фингерстайлом практиковал немножко, играл. GTA San Andreas могу сыграть. Ну-ка. Интересно послушать, давай. Испанский бой как раз-таки не особо практиковал. Слушай, ну, думаю, я тебе не учитель. В этом плане, я думаю, я у самого очень высокий уровень, и я тебе ничем помочь, наверное, не смогу. Вот. Очень-очень круто. Класс. Так, понял. Ну, на классике могу еще играть. Товальством послушаю. Ну, аплодируй себе. Здорово. Я скажу тебе честно, я тебя раскусил еще вчера. Еще когда? Ты мне когда свой WhatsApp скинул, я тебя сразу раскусил. У меня уже был такой похожий случай. Может, ты видел у меня на канале. Меня вот так примерно в таком стиле разыгрывали уже. Ну, заранее от подписчиков говорю, что смачивать струны не надо. Я надеюсь, что оставишь в описании ссылку на мой YouTube-канал, потому что у меня тоже, я веду канал, но сейчас там пока только два видео, и то они никак не связаны с гитарой абсолютно. Ну, а скоро время я уже хочу и платить. Здравствуйте. Ну, вы писали мне, что вы сою разбирали, да? Играл пачку сигарет и кукушку. Можете показать, продемонстрировать? Да, пачку сигарет могу сейчас попробовать сыграть. Давайте. Я больше по сбивкам, по... А, а я думал, вот мы будем что-то фингерстайлом проходить. Ну, так я из-за чего в объявлении говорил, что фингерстайл это не ко мне? Я прям чётко писал. А, ну я чё-то не прочитал, видимо. Ну, я ещё вот кукушку пробовал тоже играть, но я только вот так вот получается. Ну, и чему бы вы хотели научиться? Ну, я не знаю, может, там ещё что-нибудь. Нет? Перемен ещё. Перемен? А, перемен я вот пробовал аккордами как раз-таки играть чуть-чуть. Давайте. Ну, я её совершенно по-другому играю чуть-чуть. Ой. Ой. Ну, круто, 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 круто. По вашей игре видно, что вы ни один, ни два года играете. Ну, где-то так, года два играю. У вас хорошая постановка рук. Очень хорошая. Я из-за чего и писал, что я по аккордам, по переборам, постой. Ну да, вот это. Я говорю, вы не два года вы учитесь. Ну, я на пианино. Я играл просто. Ну, из-за этого, может, гейкость. Ну, а пианино, да, я там играл всякие вот эти вещи. Ну вот, всё, что на фортепиано. Или там вот эту играл. Вот эту ещё играл. Ну, в основном на фоно. И вы, говорите, два года учились играть? Ну, я просто, у меня слух хороший, я могу легко на гитару перенести. Из аккордов я только играл, наверное, вот это вот. Ну, вы играете аккордами далеко не на два года. То есть люди, которые играют два года, то есть многие, те, кто играет два года, они не могут перемещаться свободно по грифу, играть чисто аккорды, которые, то есть, вот так вот. Не глядя в гитару, тем более. А сколько, вы думаете, я играю? 20 лет. 20 лет? Почему? Уж очень профессионально играется. Ну, я 21 играю. Ну вот, я был близок. Я на самом деле ролики снимаю на YouTube. Канал у вас классный, Попов Никита, Николай. А уже знаете, да? Конечно. С самого начала? Смотрел, получается? Я как-то, ну, буквально пару дней назад, да. А я пробовал гитарный контент снимать, у меня 350 подписчиков, не знаю, и всё. То есть, и всё. Ну... Никому не... Потому что я пытался что-то кавер какие-то снимать, никому это не нужно. Следующий будет преподаватель, которой я звонил год назад и уже пранковал её ранее. Сейчас я ей написал на Вито под другим именем, и она не знает, что это звоню я. Так, доброе утро. Да ну, серьёзно, по третьему кругу, что ли? Что по третьему кругу? Что по третьему кругу? Снова пранки пранкуем. Что-то вас не видно немножко, не посередине. Так. Ну что, Николай Попов? Что? По третьему кругу. Что по третьему кругу? Франкин, со мной снимаешь? У меня очень хорошая память на лице. Откуда, откуда, откуда меня знаешь? Так ты со мной уже два раза снимал. Два раза снимал? Что снимал? Пранки. Какие пранки? Ты ладно не коси под дырочка. Какие пранки? На ютубчике. Поиграем, урок проведём. Ну как тут проводить-то, когда передо мной профессионал сидит? Ну поиграем, поиграть что-нибудь. Да, только мне нужно гитару сменить и рубашку снять, мне так неудобно сегодня играть. Хорошо. Хорошо? А когда ты браки-то-то успел надеть? Ты накладные? Почему накладные? Успел поднакачаться, брекеты поставить. Прическа, если заметила, новая. Да, вот я заметила сначала брекет, а потом уже такая, а, ну и прическа новая. Так, вот у меня другая гитара. А вообще с чего-то вот эту вот штуку купить или что-то. Это такой вид, новый вид пранка потом увидишь. Кстати, ни один преподаватель не понял, что это костюм. Стоит 47 тысяч. Охренеть! Обалдеть! 47 тысяч! Я вообще тебе позвонил для того, чтобы мне нужно превью именно с тобой. А-а-а! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Солидно, солидно Крутяк Это очень странная для классического воспринимания музыки Как раз песня Там обороты такие всякие интересные Но она руссконародно-хуторок называется Вот так Руссконародно-хуторок Хуторок Давай ещё что-то Я только расслабилась Субтитры сделал DimaTorzok Блин, здорово На днях переслушивала эту песню У меня будет своя У меня пока мы не созванивались Вот год Своя песня Собственного сочинения, ты имеешь в виду? Да Песня называется Шибари Твои слова Шибари Вокруг мои шеи Они-то пьянят Мне хочется сильнее Собри ещё разок Об этом я не узнаю И от реальности я с тобой убегаю Моё сердце для тебя Как подушка для иголок Я смотрю в твои глаза Это цвет моих футболок Лопнет им глазами раз Распадусь я как осколок Но с тобою никогда Мне не нужен был психолог Вот, что-то такое я написала Это у тебя одна песня? У меня да Ну мы там ещё с группой Конечно много писали Так что зрители Набиваем себе в телеграмчике Группа Войно Подписываемся И ждём скорых концертов Напишите в комментариях Как вам песня Полины И для тех, кому понравился Полностью этот ролик То поставим обязательно лайк Подписываемся на канал И если хотите посмотреть Другие ролики с Полиной На моём канале То переходим по вот этим Вот, где-то здесь будут Не подсказки То переходим по Как они? А, конечным заставкам Вот Здравствуйте Ох, вы уже с гитарой? Здравствуйте, да Понятно Так, вас интересует вокал И игра на фортепиано, правильно? Или на гитаре? На гитаре На гитаре Так, а у меня в объявлении заявлено Что я именно преподаватель по вокалу По фортепиано и по укулеле Гитару я не преподаю Ну, я вам писал по гитаре Нет, я вас спросила Вас интересует вокал и игра? Вы такие, да? Вокал и игра А, да, я написал Хочу взять урок, да Я не уточнил, что по гитаре Не написал Вот с гитарой я вам помочь не могу Только если с вокалом и фортепиано Значит, я, видимо, перепутал У вас ещё и гитара такая крутая И конференцию создали Тут ещё такая ситуация получилась Я, на самом деле, вообще Я снимаю ещё пранки Да? Ну, я думал, что вы преподаете гитару На самом деле А-а-а Прикольно То есть, короче, надо мной не удалось Этот пранк провести Из-за того, что я гитару не преподаю Да, как бы Так вы, может, профессиональный гитарист, нет? Ну да, я профессиональный гитарист А-а-а, понятно А, ну, может, кстати, вот Может, вы сыграете на пианино Что-нибудь Давайте, может Давайте, может быть, я вам песню спою С инструментом Ну, давайте Я могу вам исполнить свою актерскую песню? Да Звездное небо над головой Лодка качает Словно рукой Он этот ласковый трогает берег Счастье так близко, что сложно поверить Впереди ещё вся жизнь Все говорят, тебе нужна другая дорога За него ты не держись На мысли о нём так много С рассветом земля Всё сильнее укрывалась Белым туманом, как предом Она так хотела, чтоб счастье сбывалось Старалась не думать об этом На бедное сердце всё дальше сжималось Как будто при встрече тем летом Она за миром в твою ночь улыбалась Дождавшись его отверга Друзья, напишите в комментариях, как вам песня А также записывайтесь на урок к Нике Ссылку я оставлю в описании Кстати, спустя полгода мы встретились с Никой вживую И записали две её песни Послушайте, оцените и напишите в комментариях Какая песня понравилась вам больше Звёздное небо над головой Лодку качает словно рукой Волны так ласково трогают берег Счастье так близко, что сложно поверить Впереди ещё вся жизнь Все говорят, тебе нужна другая дорога За него ты не держись Но мысли о нём дот нога С рассветом земля Всё сильней укрывалось Белым туманом, как в ледом Она так хотела, чтоб счастье сбывалось Старалась не думать об этом А бедное сердце всё так же сжималось Как будто при встрече тем летом Она замирала и вновь улыбалась Дождавшись его ответа Продолжение этой песни будет в моём телеграм-канале По ссылке в описании Либо в закреплённом комментарии А сейчас послушайте вторую песню Мы познакомились следом Музыка линдует Могли бы мы потом это рассказывать нашим детям Но что-то в сердце подскажет, что это не тот путь Надо скорее забыть всё и попытаться уснуть И снова в этих четырёх стенах душных Мы чуть пыло не убили Нашу дружбу, какая бы её вот Родилась взамен Детя разбитых судеб и сломанных систем Здравствуй, мама Вот я снова дома Сколько не искала Не нашла другого И слова твои Мама, я запомнила Только всё моё сознание Его имя запомнила А я скажу тебе У каждого бывает падение Ты только не отказывай Даже в ритовом идее Если мы стихию реальность превратить не сможем Это не значит, что все они были ложными У каждого здесь на земле свой тернистый путь Возможно, мне и тебе Пора с него свернуть Только праздные стороны Словно чёрные бороды Будем кружить над тем, что дружбой Назывались тобой, и мы Здравствуй, мама